Всем большой привет! 23-й тур Чемпионата Беларуси по футболу подарил нам немало славных сюжетов и действительно есть что обсудить. Обсудим это сегодня на грани фола в нашей замечательной студии в прекрасной компании. Комментаторы телеканала Беларусь 5 Александр Твичковский, Геннадий Соловей, Сергей Москевич, Юрий Войтенков, спортивный обозреватель агентства теленовостей Андрей Козлов и главный тренер футбольного клуба Минск Артем Челединский. Всех приветствую, всех рад видеть. Давайте сразу, не отходя от кассы, отправимся смотреть таблицу, отправимся смотреть результаты этого тура. И я сходу задам вопрос, что зацепило, как обычно. Какой результат для вас, Александр, самый неожиданный, необычный, может быть, удививший? Ни одного нет, чтоб удивил. Вот так. А Гомель, динам Брест, не удивительный. Да нет, мне кажется, что Брестская команда, не скажу, что сугубо домашняя, но Гомель спокойно может быть в дом. Это он и показал. Поэтому ничего удивительного для меня нет. А Нафтан? Результаты какие есть? Ну, почему Нафтан? Нафтан у Немана очки отобрал в десятером, играя на неделе. Наверное, с точки зрения того, что двойная нагрузка на игроков была, да, то ротация не такая большая, возможно, но Торпеда в последнее время немножко сбоит в этом плане, не набирает свои максимальные очки. Вообще, как все поменялось, да? Нафтан отбирает очки у Жодинского Торпеды, и мы говорим, да, в принципе, ничего удивительного. Ничего удивительного в этом туре не произошло. Ну, я думаю, что ближе к концу чемпионата, вот в этом как раз ничего удивительного нет. Двадцать третий тур уже, по Мадову надо решать свою задачу, поэтому... Нет, Саш, я не оспариваю, я наоборот говорю просто. Представьте, как все поменялось. Артем Викторович, есть результат в этом туре, который вас удивил? Да. Какой? Два-два? Днепро? Я даже не сомневался, кто-то так и скажет. Нет, ну, так понятно, что по игре было и то, что Новополоцк сыграл мячью у Жодина, потому что мы тоже реально оцениваем, что у Жодина ставит большие задачи, но, опять же, как сказал главный тренер, может быть, психология сработала в первом тайме, что был какой-то перенастрой, наверное, в этом плане. Опять же, Сморгонь, да, проигрывает Витебску 0-3 и сейчас вот действительно в борьбе за выживание в полноценной мере участвует? Уже? Уже, да. К сожалению, это не к счастью. Гену? Ну, удивил, наверное, все-таки результат в Новополоцке, конечно, потому что Торпеда, если она собирается бороться за золотые медали, должна была одерживать победу. Ну, и с учетом контекста удивил результат матча в Гомеле, потому что убедительный первый тайм от Брестского Динамо, а потом что-то пошло не так. Андрей, есть матч в этом туре, который тебя не то чтобы удивил, а, может быть, как это наибольший интерес вызывал для тебя лично? Нет, ну, у меня, как, наверное, легендная болельщика Витебского футбола, да, все-таки приятно, что, знаешь, вот бывает, что у Витебска так не забиваются голы, когда момент реализуется, а тут, в принципе, даже, согласитесь, что даже были ситуации, когда игроки, даже вот уже ведя 3-0, тоже были хорошие моменты, поэтому я тут могу за Витебск именно порадоваться. Ну, вот если с позитивной точки зрения посмотреть, что касается вот именно, я не понимаю, почему Александра не уделяет все-таки результат Новополоцке, Нафтан, но это очевидно у нас команда, которая сейчас, это конкретно такой фундамент в негативном смысле турнира в таблице. Даже пусть там борьба за выживание, но мне кажется, что торпеда Беласа нужно хорошенько подумать и встряхнуться на финиш чемпионата, почему вот не только этот матч, но и другие складываются вот таким не очень хорошим образом. Такие же поэтому скажут, что в контексте торпеды, которые не выигрывают. По поводу Витебска я добавлю, наверное, мне больше всего понравилось то, что команда после отставки Павлова, она показывает футбол, который был, то есть, ну, не сбавила обороты, сбаты поражения в конце матча, даже, мне кажется, Естинский прав, что обидно, потому что могли идти эти выиграть, но и две победы на Ленинском Динамо, и вот сейчас на Сморгоне. Ну, мы еще поговорим поподробнее о тех или иных матчах, Сергей Иванович. Можно коротко? Что вас поразило, удивило, порадовало, может быть? Ничего не поразило, ну, на самом деле, вот Саш правильно сказал, ну, порадовало то, что 19 человек 2004-го и моложе года рождения вышли в стартовом составе, всех команд вышли. 19 человек, один вратарь, 7 защитников, 7 полузащитников, 4 нападающих. То есть, при желании можно говорить о том, что игровую практику... Можно обойтись без лимита при желании. Да. Ну, а в прошлом туре было сколько там? Несколько их, да? Восемь говорили, но там надо пересчитывать еще садиться. Ну, здесь надо понимать, разговор идет о том, кого хочется увидеть или о том, кто по возрасту подходит. Так вот, по возрасту подходит 2004-го и моложе. Я специально задался этим вопросом. 19 человек вышли с первых минут на поле во всех матчах. Это я не беру в расчет тех, которые выходили на замену. Опять же, тот же Агеев, железный игрок, основа молодежной сборной, он на замену вышел. Тот же Мельниченко, но тоже на замену вышел. Я их не беру в расчет. 19 без них. Так что, наверное, для меня, с учетом того, что, видите, и лимит никакой не нужен. Практика у молодежи есть. Есть, есть. Это важный момент. Давайте посмотрим наш сюжет, топ-5 событий минувшего тура, а затем уже непосредственно будем переходить к обсуждению матчи. Денис Лаптев знает толк в драматургии. Победный мяч и Джокера Скавыша – это уже обыденность. Этим никого не удивить. А вот первый гол фактурного центра форварда после продолжительной спячки – всегда грандиозное событие. Последний раз выше лиги Денис забивал еще в футболке Бате. Благодаря этому торпеда сумела уйти от поражения в матче с Нафтаном. Но итоговая ничья отбросила команду от чемпионских перспектив еще дальше. Сергей Есинский обновляет Витебск эволюционным путем, о чем и заявил после матча со Сморгонью. Однако коренное, можно даже сказать, революционное изменение случилось как раз во встрече с этим соперником. Уже 15 лет северяне не обыгрывали сморгонцев на выезде. И вот это произошло. Уверенные 3-0 возвращают Кут на пятое место. Павлов может быть спокоен, болельщики постепенно забывают о нем. Выходит так, что витебляне единственные, кто сумел потрепать нервы чемпиону, нанеся Динамо единственное поражение в сентябре. Для этого пришлось заманивать белосиних на свою территорию. Потому что дома подопечные Скрипченко сыграли безукоризненно. Четыре победы под копирку с одним и тем же счетом. 2-0 позволяет ничьянам спокойно готовиться к лиге конференции. В гонке за титулом инициатива на их стороне. Свершилось. Солигорский шахтер раздался долги и вышел в плюс. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. Ведь уже в следующем туре горняки могут официально вылезать из элиты. Таким образом, в нашем чемпионате остается только три клуба, которые никогда не покидали высшую лигу с момента ее основания в 1992 году. Эффект Бреста срезонировал в Гомеле. Юго-Восток решил показать Юго-Западу, что тоже умеет горячо поддерживать своих и создавать шикарную атмосферу на трибунах. 5500 зрителей помогли зелено-белым совершить камбэк в концовке. Эффаге в этот раз не забивал, но сделал все, чтобы это сделали партнеры. Победный мяч Троякова стал тысячным в истории выступлений гомельчан в чемпионате Беларуси. Действительно много всего интересного в этом туре было. Ну и давайте, коль уж у нас сегодня в гостях, Артем Черединский, конечно же, о матчах Минска поговорим. Тем более нагрузка у вас солидная была в последнюю неделю. Это игра с Минским Динамо на неделе, это игра с Могилевским Днепром. Ну и в целом, да, о Минске, если мы говорим о втором круге, очень много лестных отзывов. У вас график, как у Минского Динамо практически, чуть-чуть поменьше набранных баллов, но после начала второго круга Минск перезагрузился. Давайте поговорим об этом немножко. Артем Викторович. Ну, как сказать, сейчас на данный момент... Ситуация чуть-чуть. Да, я понимаю, что она еще пока что не исправлена. Ну, понятно, если сравнивать с первым кругом, то, понятно, мы набрали уже сейчас больше очков, чем в первом круге. Но все равно задачу мы пока что не решили. Сейчас надо, опять же, набирать очки в дальнейших матчах. С чем это связано? Ну, я говорил уже не один раз, были молодые ребята, не хватало пару человек опытных, к чему мы пришли. Опять же, вместе с руководством, со спортивным директором мы пообщались и решили, что надо укрепляться именно ребятами, которые есть опыт, которые могут этим ребятам молодым дать какую-то уверенность. Потому что, знаете, если брать там в целом по игре, да, и больших проблем не было. Мы создавали моменты нереализованные, в то же время пропускали. И за счет этого у них перестала уверенность в том, что они могут выиграть. А пришли новые ребята, дали, опять же, новую кровь, дали новые желания. И они с этим желанием уже начали верить в себя. Прежде чем вот о частностях поговорим, о матче с Минским Динамом, о матче с Днепром, еще один вопрос, если позволить, такого чуть более глобального формата, он даже, наверное, не только Минска касается, но на вашем примере будет показателен. Вот когда общаешься с тренерами команд высшей лиги, особенно, которая работает с большим количеством молодежи, все как один говорят, что на самом деле много сложностей, когда супермолодая команда. Потому что далеко не всегда парнею удается как-то собрать, на них повлиять. Очень много таких позиций. Я в футболе все хорошо, да, тренер, ты молодец, мне рассказываешь что-то, но я буду делать так, как я хочу, как я вижу, как я знаю и так далее. И вот этот приток опытных ребят, он помогает, опять же, вот этих ребят собрать? И, условно говоря, не только живы в раздевалке теперь, что-то сказать можете, если надо? Ну, если брать вообще в общем, да, у каждого своя психология. Опять же, мы говорим про молодых футболистов. Они не прошли там, многие футболисты играли там, опытные, которые были где-то за границей, где-то еще, где-то были, прошли в высшей лиге, и они работали с разными наставниками, то есть получается. А когда молодые футболисты попадают, они обычно, ну, вот со школы попали, работают там один-два год с одним и тем же, они не знают разницы, может быть. Их иногда что-то не устраивает, да, в плане, например, когда они не играют, они могут там казаться, что почему я не играю, то есть не понимая причины объективно и думая, что он сильнее. Ну, много есть причин. Опять же, я больше связываю это с психологической точки зрения, что они иногда думают, что они уже все готовы к высшей лиге, они готовы там играть, и это им не хватает в плане том, что они должны понимать, что они еще не готовы для нее в этих моментах. И когда приходят уже более опытные ребята, да, с ними немножко полегче получается, они уже внутри коллектива, я как бы сверху, понятно, больше, а когда находишься внутри коллектива, они мои как проводники. То есть вот сейчас на данный момент, кто постарше, мы напрямую общаемся, они помогают этим ребятам объяснить, что в футболе не бывает все так легко и просто, что они попали там сейчас в команду, и они там заиграют на каком-то уровне. То есть формально они даже не столько в составе добавили, сколько вот в какой-то работе в помощи вам, да, в раздевалке. Я думаю, что для них это огромный аванс, что они сейчас играют в высшей лиге на постоянной основе. А здесь вопрос по опытным футболистам, да, был? Да, 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 по опытным футболистам, потому что мы же видим, что... Травмированы были опытных игроков, то есть не все появляются на поле. Да, вот. Травмированы были, да, то есть, но все равно результаты команды пошли вверх. Ну, на данный момент результаты пошли после того, когда пришли Гутер пришел, Джевнеров пришел, Зимко пришел, Лисакович и Варак, кстати, ребята пришли. Как раз они, вот и первый матч с Батэ, которым мы вышли, они все в составе играли практически, дали тем ребятам почувствовать, что можно обыгрывать там команду Батэ. И вот этот приток пришел, у них уверенности ребят. Ну, слишком, знаете, это все так ладно и просто выглядит. Неужели вот так интегрируешь что-то опытных игроков и все пойдет хорошо? Но, наверное, не в этом главный ключ, почему во втором круге Минск намного ваш лучше смотрится. Может, просто наконец-то... Почему намного лучше? Намного лучше, я не согласен, смотрелся нормально, просто не было очков, не забивали. И психология, конечно, была реализация. Нет, Гутер, реализация, неужели за такой короткий отрезок можно команду взять и перестроить? Ну, то есть, говорят, три года надо, знаете. На такой промежуток времени нам повезло, это был перерыв, как раз между кругами была пауза у нас, да. Мы как раз еще и вылетели с Кубка, получается, проиграли Белшини. И вот этот период приезжали ребята на просмотр, опять же, много очень ребят приезжало. Ну, честно говоря, мы понимали, что мы можем ребят пригласить сюда не на большие условия. То есть, здесь одно из условий было, что ты в команду приходишь, да, ты получаешь какую-то игровую практику. Ну, например, как что касается Саня Гутера, то он вообще, как бы, говорит, меня финанс вообще не интересует. Меня интересует, ну, помочь и поиграть еще в высшие лиги. А вы довольны в этом матче особенно Гутером? В последнем? Да, с Динамо. С Динамо? Ну, если мы, опять же, начнем полностью брать игру с Динамо, то есть, рассматривать, то есть, конечно, ошибки, да, там, но не только его ошибки, то есть, да. Но, опять же, чем, например, предыдущие ребята, которые играли до Сани, они не были более такими, как бы, знаете, уверенные в себе. То есть, видно, что когда вратарь уверенный в себе, в своих действиях, даже при том, что иногда может ошибиться, спокойно играет там ногами, то есть, спокойно потом в следующем моменте на выходе может сыграть. Плюс он все-таки уже, у него опыт есть, он может коммуникацию с ребятами, то есть, подсказать, тоже очень важная одна из составляющих. По Динамо, давайте, коли уже эту игру зацепили, да, поподробнее покоим, что с Динамо не получилось? Почему не получилось зацепить эту команду? Ну, не зацепить? Ну, если вы смотрели матч, ну, вы сами как оцените? Ну, опять же, обратный вопрос. Матч понравился по игре, то есть, сам по содержанию, то есть, нашей игры? Ну, в целом, да. Ну, если в целом, да, это уже как бы один из принципов того, что если вы говорите, что нравится, то есть, как для нас это хорошо. Но, опять же, ошибки не вынуждены. Первый гол, вы сами прекрасно понимаете, когда на девятой минуте получаешь на Динамо гол со штрафного, где рассказывали и показывали, то есть, ошибка, кто играл с этим игроком, плюс выход. Ну, второй гол вы опять тоже видели, то есть, это два опытных, как бы, футболисты, которые пришли, да, совершают ошибку, плюс опорный не исправляет, падает тоже. Все это тяжело, это Динамо все-таки, как-никак. Все равно, ребята, чемпионы некоторые играют, плюс ко всему, у них есть небольшая ротация, ну, к чему я не могу пока что похвастаться, что не хватает ротации. Теон Викторович, а можно вопрос? А что у вас с пенальти? Один из семи в последних, за последнее время, да, один из семи. Да, у вас, может, Гутеру давайте, раз он опытный такой, может, он и без есть варианта, да? Да, если прекрасно понимаете, это я в историю, наверное, ну, в моей, по крайней мере, истории, будучи игроком, у меня такого никогда не случалось, чтобы столько не забивали, ну, и сейчас то же самое получается, какой-то рекорд и мы поставили. Ну, я сейчас рекорды не знаю. Ну, я имею в виду, для чемпионата Беларуси, по-моему, он состоялся уже. А, ну, да. Для чемпионата Беларуси, по-моему, уже он состоялся. Но по принципу, опять же, что такое пенальти, да? Мы это на тренировках, в любом случае, мы наблюдаем за ребятами, мы смотрим. То есть есть, там, такие игры, как бы они играют на выбивание, то есть кто-то бьет пенальти. И в тренировочном процессе некоторые забивают из 10-10. И ты понимаешь, что, значит, ну, можно доверять этому футболисту. Ну, один футболист не забил, второй, опять же, сказывается, это психология. То есть в каком-то состоянии приходишь. Уже, опять же, если ты там конец матча, ты отыграл 90 минут и не можешь его исполнить, да? Опять же, кто-то говорит, я уверен, приходит, не может, знаете, как его забить, опять же. Все, наверное, зависит. Сейчас, когда один не забили, второй, опять же, наверное, бьющий, который приходит к мячу, вот последний пенальти, опять же, есть какое-то, наверное, опять же, мне надо забить обязательно. А это видно по глазам, кстати, вот я сейчас обратил внимание. Билл-то опытный. Но при этом немножко он был растерян. Опять же, ситуация, есть штатные пенальтисты. Вот, вот этот вопрос. Есть. У вас есть список последований, что должен быть? На данный момент, ну, опять же, ты назначаешь, есть два, на данный момент сейчас два. Если их нет на поле? Ну, вот получилось так, что как раз уже не было. И принцип какой, у нас уже, это же не первый раз было, есть, кто в боли себе уверен, постарше ребят решает, то есть капитан команды, я говорю, берем, ну, то есть... То есть это не ваше решение? Я не успею докричаться, там кто-то, то есть вы должны сразу быстро определиться, кто может прийти к мячу. Но в последнем матче кто был уверен, взял себе опять. А вы чувствуете, что он уверен? Вот я говорю, я сейчас посмотрел на повторе, но мне кажется, вот, ну, я, ну... Ну, это сейчас... Допущий момент, смотрите, он выходит, он выходит против Лопоухова, а тот, ну, в потрясающий сейчас форме, и в этой игре у него сейв, помните, какой в первом тайме, да, был? Кажется, в этой игре все-таки не Сыслычу, да, фантастически. Он, мне показалось, что не Сыслычу. И не один. И Сыслычу, да, ну, тем не менее, классный сентябрь. Но с бровки, мне кажется, глаз не видно. Нет. Вот на повторе, что ты во взгляде это нашел, где ты там эту неуверенность увидел? Мне показалось, что немножко... На сбровке как-то видишь. Нет, понятно, но имею в виду, что вот вы сейчас не видели на повторе, что немножко... И вообще, нет, можно, во-первых, вопрос задать, наконец? Да, слушайте, дайте андрею взгляну. Вы меня уже тут... Да, вы меня казнили, я еще вопрос не задал. Можно допускать, что вот игрок против, когда выходит такого вратаря, в который в потрясающей форме, это немножко давит на него. Не только то, что вы там не забиваете вот эту серию, просто мы немножко за вашей серией чуть, знаете, Лопоухова отодвинули в сторону. Тут надо понять, что тут Яшин, извините, нашего футбола прямо сейчас стоит. Давайте смотреть. Удар-то неплохой, не очень сильный, может быть, да? Но пытался просто надежно увидеть. Не по штангу пробил. Если опять же разбирать было, ну, видно, что куда будет бить еще до разбега. Я думаю, ну, и сейчас же не секрет, в любом случае разбирают, смотрят. Ну, хотя нас уже тяжело разобрать, уже. Не, ну, здесь-то хотя бы понятно. Вратарь спас, а вот что было в Сморгонии, когда у Баразов молоко мяч полетел? В Сморгонии это было для меня вообще нонсенс. Да, ну, тут можно похвалить Федю, молодец, угадал, потащил. А там даже в ворота не попали. Хочу сказать, удар Забелина вообще не могли найти, там, где продавали сувениры. Сосмотрел этот матч, прилетел и хотели взять на автографы. Я удивлялся, потому что, ну, так два раза пробить, это, конечно, надо мудроить. Там два разных футболиста. Как я удивился на скамейке. Интересно, какие глаза были у Забелина? Ну, опять же, я же говорю, это психология. Там Забелина и Печора били, да? Там два раза. Нет, Васильев. А, Васильев, да. Самое, что интересно, да, то есть, ну, Васильев был уверен и знал, что... Забьет. Да, он мне говорил после игры, мы с ним общались, я говорю, ну, говорит, Евгений Викторович, и вы не поверите. Говорит, я готовился, я знал, куда ворота прыгает. Ну, опять же, вот эти моменты он просматривал, говорит, я все готовился. Надо как в сборной Италии. Там Жоржини мажет, его все равно, пенальти, он идет бить. По крайней мере, ну, Манчини спрашивали, кто будет бить. По крайней мере, два раза на крупные турниры не поехали уже с него. Кто будет бить? Жоржини будет бить. Когда-то все, и когда-то же попадет. Нет, так у меня Забелин тоже самое. Два же не забил. Я говорю, бьешь все равно, знаю. Но такая ситуация была, ну, Пинчук пока не получил травму, он же не забил. С Батэ тоже пенальти при счете, там, 1-0 мы проигрывали. И мы играли товарищескую игру с этим, с Жодина, да, в Жодина, да. Назначили пенальти, и я вот сработал, говорю, иди бей, пробуй опять же. Хотя хотел другой футболист пробить. Давайте к матчу, который был на выходных. Игра против Могилевского Днепра. Он все-таки такую двойную цену для вас имел с точки зрения борьбы за выживание, с точки зрения борьбы за очки. Но вот Днепр обыграть не получилось. Да, не получилось. Ну, это, во-первых, не говорит только про нашу команду. Днепр тоже сейчас, вы сами видите, их воодушевило, там, победа, которая была. И они тоже себе ставят задачи, чтобы набирать очки в любом матче, там, неважно, там, особенно с прямым конкурентом. То есть, ну, что, да, понравился, я же говорю, по игре, это первый тайм. Те моменты, которые мы смогли создать, мы практически реализовали, да. Что касается второго тайма, опять же, многие говорят, 2-0 это самый опасный счет. Почему? Потому что при, если соперник забивает, становится 2-1, в подсознании футболистов, например, соперника, да, они хотят отыграться, у них и эмоциональный подъем идет. А у ребят, которые, да, которые пропустили гол, у них сейчас задача сохранить, как бы, этот счет. И это очень, как бы, влияет на такую, вот, знаете, как бы, психологию. Ну, это, я считаю, это не связано, как бы, что только отдавать, вот, из-за этого, да. Видно было, что, наверное, у нас уже сейчас, на данный момент, накопился фон усталости, опять же. Мы сыграли с Гомелем, через три дня мы сыграли с Жодина, тоже эмоциональная игра. Да, то есть, ну, поэтому я опасался вот этого участка, как бы, не участка, а, получается... Отрезка. Отрезка, да, отрезка, потому что мы играли с лидерами, то есть, получается, Гомель хорошая команда, мы победили. Потом была Жодина игра тоже эмоциональная. Почему? Потому что мы выигрывали 1-0, потом первый темп был, опять же, хороший. Получается, второй, выигрывая 2-1, опять же, пропуская на 91-й минуте, какой-то, как говорится, как и в первом круге, похожая ситуация происходила от Жодина, да, забрала много энергии. К Динамо, ну, понятно, готовились, опять же, да, в Динамо, стадион, то есть, чемпион тоже, как бы, не сказать, что мы показали плохую игру, то есть, хорошую игру показали, но проиграли 2-0. Это, опять же, было через три дня. И через четыре дня мы сейчас играли с Днепром. Я уже во втором тайме, я видел, что было выхолочь именно где-то, наверное, в концентрации, вот в этом, в желании, то есть, победить. То есть, даже в меньшей степени в физическом плане, да, проблемы были, а скорее в ментальном плане, недовосстановить. И в физическом тоже было видно, что по движению мы, ну, на данный момент получилось так, что нету, наверное, большой скамейки, нету ротации, которая нужна и воспользоваться, которой можно было. Днепр побеждает в Смогонь, добивается важной победы, Днепр играет нищу с Минском, неплохой отрезок. Сейчас и могилевчане по-прежнему в борьбе, да, хотя казалось еще пару недель назад, что шансов особо нет. Ну и давайте послушаем другую сторону этого матча, да, Юр, насколько я понимаю, у тебя есть собеседник. Да, у меня на связи Никита Краснов. Никита, приветствуем тебя. Здравствуйте. Тяжелый матч вышел, с 0-2 отыгрались, на 2-2, причем именно твой гол стал катализатором от Игрыша. Вот расскажи. Ну, в принципе, в первый тайм неплохо так все смотрелись, потому что начали плохо, пропустили два мяча быстрых. Ну, психологически уже, наверное, понимали, что нечего терять и некуда отступать нам, поэтому в перерыве поговорили, собрались и вышли. В принципе, можно быть довольным, что отыграли с 0-2, но, в принципе, если бы при хорошем сходе могли и выигрывать. Ну, если не секрет, что говорили, о чем говорили в перерыве, что конкретно рассматривали, что конкретно поменяли? Ну, говорили, что надо чуть агрессивнее играть, чуть повнимательнее в обороне, в атаке свои моменты всегда будут, и что забьем гол. Ну, то есть каких-то, например, слабостей соперника, о которых вот Артем Викторович говорил, у нас в студии не рассматривали, да? Что там, возможно, где-то накопилась усталость уже и физическая, ментальная. Нет, об этом не было. Да, вопрос, конечно, есть. Никит, приветствую тебя. У меня первый вопрос такой. Что с тобой произошло, что ты стал забивать в последних турах? Гол Сморгони, гол здесь, молодец, красавец. Чего, Сморгони нет. Ну, что случилось, что у тебя полетело? Да, прорвал. Ну, результативные, да, результативные очки пошли. Ну, не знаю, это дело случая. Пробил, забил. Как-то функции поменялись, скажи, в последнее время у тебя или нет? Да нет, в принципе, все так же. Вопрос такой, смотри, вот победа есть над Сморгонией, есть сейчас ничья с Минском. В плане настроения в команде, в плане какого-то отношения, есть ощущение, что, ну, вот, возможно, зацепиться за высшую лигу, она остается? То есть обреченность не чувствуется в команде какой-то? Ну, нет, не чувствуется. Я думаю, у каждого такое, скажем, хорошее настроение после двух игр, в которых набрали очки. И у каждого есть, я думаю, надежда в том, что мы спасемся. Каждый верит, я думаю. А если параллели проводить, вот ты два года назад был в команде, когда Днепр вылетал, и ты сейчас в команде, то есть здесь есть какая-то разница, да, в плане ощущений или нет? Ну, то есть тогда... Ну, в целом, там был непонятный тот год, потому что мы играли первый год в высшей лиге. В принципе, скажем, резко нас засунули, так получилось. И сейчас уже более осознанно играешь и понимаешь, кто на что способен. В принципе, так. Ну, и вопрос, который не могу не задать. Не секрет, что на старте сезона были вопросы по финансам. Насколько сейчас все стабильно в этом плане? То есть все ли там срок выплачивают, и основная часть, и бонусы, и так далее? Ну, основная часть есть, бонусов нет. Понятно. Ждем бонусов? Да. Никита, у меня еще один вопрос есть по поводу как раз-таки игры, которая, будем надеяться, переломила уже все в этом сезоне для вас, и дальше пойдет только хорошее. Вот до этого чередуются где-то ничьи, где-то поражения, но даже в поражении оказалось, что вот совсем-совсем близок Днепр к тому, чтобы набрать очки в матче. Вот станет ли эта игра со Сморгони для вас поворотом? Потому что вы уже так отметили командой, что это, в принципе, должно помочь. Но вот сейчас вот этот подъем, он ощущается, и как он должен сказаться на команде вот в будущем? Ну, я думаю, ощущается, конечно, потому что сейчас самая важная игра сезона против Новополоска. Там уже точно терять нечего, потому что надо в любом случае брать 3 очка и дальше биться. А, Федя, еще один вопрос. Уже не как к игроку Днепра, как к игроку молодежной сборной. Хотя, опять же, здесь и о высшей лиге тоже. Как ты к лимиту относился, который был, когда ты играл, и которого сейчас нет, когда ты играешь? То есть вот как молодой футболист. Нужен лимит или нет, на твой взгляд? Я в эти дела не лезу. Ну, кстати, да, и пример. Никита играл и в старте, да, и когда лимит был, и когда его нет. Это тоже показательный момент. Да, тот самый момент, когда нужно завоевывать место себя. Никита, спасибо. С вами лучше не лезть. Да, да. Никита, спасибо большое за то, что с нами вышел на связь. Естественно, желаем удачи вам в будущих играх. Спасибо. Ну, я думаю, поворотный матч как раз-таки не со Сморгони, а Снофтаном будет. Если проигрывают так 5 очков в цитовальном Уттаном матч в запасе, то тогда можно сразу Днепр закапывать. Это понятно, но если с Нафтаном дальше хорошо сыграют, то поворотным был в итоге со Сморгони. Но два очка отставали от Нафтана, но на матч в запасе будет. Ну, это понятно. Ну, давайте, да, мы же говорили о том, что вот сейчас у Днепра серия из трех матчей, которые могут оказаться решающими. Игра со Сморгони, игра с Минском, игра с Нафтаном. Понятное дело, что новополучан обязательно обыгрывает Днепр. Если обыгрывают, то тогда есть шансы, да, если нет, то есть шансы. Не, ну как Нафтан обыграть? Мы же говорили, что Нафтан сейчас неплохой, прости господи, да, и с ним он... Прости господи! Ничего себе утром! Это просто стена, их не обыграть. Не, мне... Артем Викторович? Можно я? Я же не только пошутить хотел Сергея Ивановича, чтобы вы тут посмеялись, да? А вы думаете, что-то шутку хотел в очередной. И Александр, вам тоже. Разрядить хотел. Три момента, которые мне, во-первых, показали странными, то, что наш спикер сказал, во-первых, он сказал, что они могли вас обыгрывать. Я думаю, вы это, может быть, не знаю, подтвердите, нет? Сейчас я дальше скажу. То, что Нафтан, ну, мы знаем, что на каком... Ну, неплохом ходу Нафтан, то есть я бы, он слишком уверен в том, что они должны Нафтан обыграть. Третье, то, что Днепр, для меня все равно очень странная история, как футбольный проект, потому что даже они сейчас бодаются вот эти... За эти места, да, в нижней части таблицы, то все равно непонятно, что будет дальше. Это уже история много сезонов длится, это все, знаете, такие локальные, минимальные разборки. Я все равно не понимаю, что будет дальше. За неделю у нас Нафтан стал на неплохом ходу просто. Вопрос, мне кажется, главный, что-то глобально останется команда, или она вылетит в первую очередь? Или все, что сейчас происходит, будет происходить дальше? Я думаю, что я про Днепр, я понимаю, что... Насчет вопроса, то, что он сказал, что должны были вас обыгрывать. Я так обозначил, то есть первый тайм, если бы мы... У нас были еще в первом тайме моменты, если бы мы забили, ну, тоже это сейчас на видео видели, то 3-0, я думаю, игра была бы закрыта, да, то же самое было бы уже легче. Здесь уже при счете там 2-1, 2-2, естественно, у них тоже возникали моменты, потому что они психологически переломили и чувствовали, что могут еще дожать нас. Я тут не говорю, что мы, знаете, как бы должны были выиграть эту игру. Первый тайм мы должны были выиграть, второй у них получился лучше. То, что касается вообще, мы говорим, опять же, Днепра, да, если вы посмотрите последние игры, да, если брать там, ну, я анализировал, смотрел там игру с Гродно, у них выход в 1-1, они не забивают при счете, по-моему, 0-0 даже было, да. Смотрим Динамо-Минск при счете 0-0, они Лопоухов делает сейв, тоже выход был в 1-1. То есть они не сказать, что у них, опять же, сейчас появилась стабильность состава, хорошие три нападающих, которые играют, быстрые, опять же, да, там Клочков есть, два парня легионера, да, и сказать, что они уже все, как бы, нет, они будут в борьбе, они будут к каждому, они, опять же, играют дома, опять же, они с Нафтаном играют дома. Да, дома, да, дома все равно, да, опять же, придут болельщики. В любом случае, если мы сейчас смотрим, в Могилеве болельщик ходит, да, в любом случае, ну, я говорю так, видно, что люди все равно приходят, даже при том, что команда там занимает не лучшие места сейчас на данный момент. Сейчас холодно будет. Полельщики, я думаю, будут. Артем Викторович, вы частично ответили на мой вопрос следующий, но я все-таки не могу его не задать. Интересно, ваше экспертное мнение, вы с Днепром играли в первом круге сейчас, тогда другой тренер был, да, Вячеслав Гераченко, сейчас Олег Радушка работает. С точки зрения такой экспертной, есть какие-то изменения серьезные в игре Днепра? Может быть, что-то вы можете отметить? Да, серьезные, они вообще в другую модель играют сейчас, по крайней мере. А в чем они заключаются, вот для болельщиков, опять же, может быть, они все замечают? Ну, опять же, все равно, если брать вообще на протяжении, там, когда я знаю Днепр, то есть, когда я даже был футболистом, у них был всегда футбол построен на очень быстрых переходах, то есть, из обороны в атаке, да, и сейчас он вот просматривается, тоже, опять же, видно, что они, получается, играют больше от обороны, и, получается, переход идет, трое-три быстрых нападающих, которые переходят, и, в принципе, мы пропустили так голы, то есть, ошибка, быстрый переход, и второй гол то же самое, и создают моменты то же самое, если анализировать в игре с Динамо, с Неманом, то есть, переход, то есть, оборона, которую не так легко вскрыть, и постараются проводить быстрые атаки. Спасибо большое. Ну что, Днепр задышал, получается, да? Ну, с Нафтаном сыграть, потом посмотрите. Потому что мы готовы были уже покрывалой белой. Я не знаю, видимо, мне кажется, вот с Нафтаном матч, надо посмотреть, что будет там, а если выиграет, то, конечно, да. Если нет, ну, у тебя 8 очков вставания, матч соперника в запасе, ну, тоже надо учитывать, что соперник тоже будет очки набирать, наверное, в концовке. Там все будут за очки рубиться. И календарь, посмотрите, Днепр, там тоже хорошие соперники у них. Давайте двигаться дальше. Следующий матч, который будем обсуждать. Батэ-Шахтер, игра, где вывеска некогда была очень громкая. Сейчас, конечно, совершенно другая вывеска, совершенно другие команды. И мы на этом матче с Сергеем Ивановичем работали. Отмечали, что вот вся эта история личных встреч, побед и так далее, о них просто забывать можно, потому что они вообще никакого отношения к нынешней реальности, действительности не имеют. Давайте об этом матче. Батэ-Шахтер. Сергей Иванович, сначала к вам вопрос. Насколько вас эта игра порадовала? Ну, мы с тобой в БС работали, наоборот, мне кажется, хотелось бы услышать мнение. Так я-то как раз-таки ваше мнение знаю. Ну, может быть, не все матчи смотрели. Потому давайте здесь коротко, ребят, потом послушаем. Первые 15 минут Батэ, потом до окончания первого тайма Шахтер, причем, ну, вполне могли, ну, я не буду говорить закрывать игру еще в первом тайме горняки, но то, что должны были забивать, это факт. И в Борисове сами признали, что вот первый тайм, ну, просто не получился у команды. Просто вынести за скобки, вот первые минуты 15, когда было пару эпизодов, вот Русенчик пробил. А потом, потом Шахтер играл, Шахтер создавал, Шахтер, если бы не скопец, точно открыл бы счет. Что в перерыве Иван Мигель сказал, я не знаю, но во втором тайме уже Батэ заиграл по-другому. И быстрее, и активнее. Ну, и в принципе, мне кажется, сейчас для Борисовской команды, я редко об этом говорю, но прямо сейчас для Борисовской команды на первом месте стоит результат. Как угодно, там, мытьем, катанем, как говорят в таких случаях, какой-нибудь грязненький, чтобы затолкать, занести результат. Для Батэ важен сейчас результат. А потом уже будет игра. Мы перед матчем с болельщиками пообщались, в перерыве пообщались с болельщиками, в том числе и в ВИП-статусе, будем так говорить, да, и не только болельщиками. И, в принципе, действительно, это все подтверждают и все отмечают, что главная сейчас история, несколько иное отношение футболистов к делу, и это видно невооруженным глазом. В принципе, и Иван Мигель это отмечает, что в плане, ну, вот какой-то самоотдачи, он чувствует эту поддержку команды, и результат пришел. По крайней мере, Батэ при Миголе не проигрывает. У меня вопрос, знаете, с кем будет связано? С Шахтером. Команда, которая, давайте, не сегодня, а завтра мы будем провожать ее в Первую лигу уже официально. И один из клубов, который, ну, по сути, основателем высшей лиги, является старожилом, да, команда, которая никогда не вылетала из высшей лиги, наверняка из высшей лиги вылетит. С каким-то минусом, плюсом, это уже другой разговор. Вас не удивляет, что Шахтер так раскрепощенно играет? Или наоборот, это отсутствие давления результата? Такое, что делать, да. И парням нужно себя просто продавать. Ну, ты сам сказал, не сегодня, а завтра вылетит. Какая разница уже? Хотя бы какой-то фестивальный футбол стараться показывать. Тем более, что парни, мы знаем, молодые, умеют бежать, умеют творить. Так что... Геннай. Вот три матча было у Подпалова, да, Шахтеров. С Луцк ничья, проигрыш Неману, и вот сейчас Батэ ничья. Я бы сказал, что только Неману, наверное, в одном из таймов, они так серьезно проиграли, да, там, по моментам, а так, в принципе, на равных. И со Слуцками играли, и с Батэ, тут вот Сергей Иванович отметил. Я тоже сказал, что так немножко инициатива переходила от одним к другим Борису. Поэтому, ну, раскрепощенно как по-другому играть? Да как вообще, вот, интересно, вот, и хочешь, чтобы они как закрепостились? Не, ну, по-хорошему можно было бы, да, там, каждый матч играть на 0-0, надеяться, что, там, потихонечку набирать очки, но... Эти команды примерно одинаковое количество очков набрали. По сути, если убрать минус... Если посмотреть при Подпалове, то это было играть кто-то с преимуществом, кто-то без. При Подпалове-то один мяч и забили только после ошибки режима в этом матче. Так, с Луцкой 0 и Неману 0, то есть, как бы, ну... А то, что брыжки набирают, как, грубо говоря, там, команды, которые там находятся внизу турнира, табличные. Плюс-минус там 20, плюс-минус несколько очков? И опять же, у них практически, да, там, ушли только лидеры в начале сезона, да. Все остальные ребята уже играют, тоже какая-то сыгранность приходит. И, в первую очередь, они для себя тоже показывают, как вы говорите, куда-то в следующем сезоне, если не надо. Наверняка они уже головой там находятся в других клубах, но я просто ставлю их на свое место. На это место вряд ли там есть ребята, которые прям, не знаю, вот... В смысле головой? Ты же должен показать, что тебе взяли? Я думаю, но вряд ли. Они сейчас об этом вообще не думают. Нет, ты должен показать, что тебе купили. Конечно, я говорю, они не то, что думают сейчас о сохранении прописки. Мне кажется, речи вообще об этом не идет. Так оно же одно с другим. То есть, ты покажешь себя, показываешь результат, и прописка твоя, ну, как, условно, там, формально может сохраниться. Как бы, оно одно с другим цепляется. Ген, знаешь, что тренеры не любят этот вопрос, но тебе задам. На твой взгляд, здесь есть ребята на выданье прямо сейчас, которых можно забирать шмело в Куркиш-лиге по статуснее? Сложно сказать. Ковалевич, нет. Черника, мне кажется, до сезона можно было забирать. Укрепить любую команду, да, и добавить опыт. Мне кажется, только Денис Ковалевич, вот прямо, кого можно выделить. Вот Черника, что ли? Сергея? Артем Викторович, есть ребята, которых вы хотели бы себе видеть? Я сказал, Черники можно. Класс Гутер есть. Я же не говорю, к нам, почему к нам вообще. Но все равно, опять же, да, мы говорим, что... Есть ребята, которых вы хотели бы себя видеть? Может быть, на кого-то внимание обратили? Захотят ли эти ребята к нам быть? Вопрос. Нет, получается, какая договоренность с руководством, есть ли она? А? Ну, понятно, что команда идет в первую лигу. Я понимаю, все равно вы же понимаете, что у этих ребят, всех молодых, есть действующие контракты. Не забывайте эти моменты. Конечно. Я говорю, у них договоренность какая-то с руководством, может, есть, что они выходят из первой лиги в вышку обратно, и шахтер будет преображаться. Ну, здесь вопрос, да, о долгосрочности еще контрактов, потому что я просто на примере Днепра поясню, допустим, я знаю, что многие молодые ребята в Днепре подписаны на длительный срок. То есть здесь руководство подстраховалось еще и в прошлом сезоне, и раньше, когда переподписывали соглашение, чтобы, опять же, какая-то основа, какой-то костяк из своих ребят, он сохранялся. Это где? В Днепре. Мне кажется, у нас это очень редко практика. Главное, что платили. Разумеется, чтобы и бонусы были только. А кладка, бонусы нет. А не только основная часть. Ну, я надеюсь, что Никита не только об окладе говорил, да, что это там 200-300 рублей в словах приходит, и все. Ну, ладно, не будем сейчас об этом. Я по поводу Шахтера вот с Геной абсолютно согласен. Очень хорошая мысль от него прозвучала. Я думаю, что Шахтер просто в стадии перезагрузки. В таком городе, как Солигорск, при том, что недавно-то стадион вот этот с искусственным покрытием открывали, то есть сейчас там команда будет проводить матчи. Для весны, для осени есть нормальная арена. Я думаю, что попозже модернизирует, наконец-таки, и строитель. В Солигорске футбол останется. У меня полное ощущение, что этот сезон вот как бы спокойно. Команда доигрывает, и это будет Шахтер с полной перезагрузкой. То есть, да, я думаю, даже в Солигорске не верят в то, что в такой ситуации с таким минусом, при том, что уже в следующем туре команда официально может расстаться с высшей лигой, что здесь ставили задачу всенепременно сохранить место в элите. Вот в прошлом году, ну, вроде бы уже все сделали, а потом еще этот минус на этот сезон. Ну, мне кажется, хотят закрыть этот гешталь с этим минусом, сыграть в первой лиге, выйти оттуда. И дальше, ну, останутся лидеры этого Шахтера. Останутся лидеры. Вопрос к Музеору, что бан, он никуда не денется, еще ужесточить могут, еще минусы поять Шахтеры могут. Потому что вопрос к обязательствам не закрыт до сих пор. Деньги, которые легионерам должны, не выплатили. Ну, примут решение еще пару сезонов, не парятся. Но там не факт, что чисто будет, там еще и бан останется, а молодежи там дядьки играют в этой первой лиге. И плюс еще, возможно, минус дадут еще добавить. Сергей Иванович, откуда у вас информация по строителю? Я не знаю, там просто эту историю мы муссируем. У меня нет никакой информации, ребята. Я сказал, надеюсь, надеюсь. Андрей, а с чего у вас эти надежды? Андрей, сейчас еще давайте с... Так, а с чего у вас эти надежды? Мы сколько с коллегами муссируем, и в рамках вашей любимой программы «Спорткадр», в том числе, насколько я знаю. А это стадион, мы Ивана Ивановича Головатова записывали. Там все время говорят, что да-да-да, а в итоге нет-нет-нет. Я не знаю, с чего вы взяли. Солигорск, он спортивный город, он блестящий город, но я не настолько прям уверен, что... Я сказал, надеюсь, что родностроителя тоже... Короче, я надеюсь, что Витебск в Лиге чемпионов будет играть. Тоже надеюсь. Ну, надеюсь, ну, все, ты имеешь право. Не о Лиге чемпионов, но о команде, которая будет играть в Лиге конференции уже совсем скоро. Давайте поговорим о матче «Динамо» и «Слыч», но прежде чем будем эту игру обсуждать, посмотрим сюжет, который для нас подготовил Павел Кузнецов. Минская «Динамо» вовсю готовится к групповому этапу Лиги конференции. 3 октября команда встретится с шотландским «Хардсом», но долги перед чемпионатом никто не отменял. Проверить свои силы мяча не должны в поединке с Ислачо. Первый свой поединок команда Вадима Скрипченко проведет номинально дома в азербайджанском Сумгаите. Сам наставник заявил, что цель – попасть в список 24 лучших команд. Болельщики также смотрят на задачу с оптимизмом. Это очень реализуемая цель. Группа далеко не самая плохая, далеко. Могу быть в много раз хуже. Игры с «Лудогорцем» и «Андерлехтом» показали, что «Динамо» может гораздо больше. Найти свой футбол, и у них все будет получаться. Потому что сейчас у них как-то так качает. То хорошо, то не очень. А если войдут в свою колею, значит, могут сыграть великолепно. «Динамо» в хорошей форме. Есть хорошие футболисты, есть и молодые игроки, есть Федя Лапоухов. Поэтому, думаю, шансы на плей-офф есть, а там посмотрим. Как считаете, в Азербайджане тоже команда будет чувствовать вашу поддержку? Да. Я думаю, в Азербайджан, куда-куда в Азербайджан попадет? Поддержать. А, то есть, думаете, даже съездит? Я думаю, да. Заодно Азербайджан посмотрит Баку, красивый город. Смотреть по телевизору и передавать энергетику нашей команде, я думаю, что мы это будем тоже чувствовать. А мы постараемся отблагодарить своей игрой хорошей и хорошим результатом. Мы не знаем, насколько там база. Гостиница у нас пятизвездочная, поэтому никаких проблем не будет. С питанием тоже там. Фрукты, овощи там свежие. Что касается стадиона, то по нашей информации стадион соответствует уровню проведения матчей Лиги Конференции. И газон хорошего качества. Ну, слушай, Азербайджан, мне кажется, хорошая страна для проведения домашних игр, потому что логистика хорошая. Потому что в той же Венгрии очень долго забираться, поэтому я думаю, это самый оптимальный вариант. Понятно, что там жарко, там влажность, но я думаю, адаптируемся. У нас будет пару дней, и я думаю, все будет хорошо. Учитывая напряженный календарь столичной команды, важно, чтобы все игроки были в строю. И их обходили не только травмы, но и вирусы. У меня была простуда. Уже в прошлой игре. В прошлой игре был готов, но тренерский штаб не выпустил. Сегодня выпустил. Так, на пару минут. Конечно, хотелось больше, но буду работать дальше. Интересный факт, что тренерский штаб Минского «Динамо» умудряется следить за играми «Хардса» даже во время своих матчей. Известно то, что они после первого тайма 1-0 проигрывали в сегодняшнем матче. Сыграли 1-1. Поэтому у нас будет еще материал этого матча сегодняшнего. Конечно, мы внимательно посмотрим. И уже будем делать выводы остальные. Но то, что команда приедет и будет отдаваться полностью игре, мы в этом не сомневаемся. «Ислыч» – команда непростая. В Гродно 3-0 отобрать очки у Гродно. Ну, это показатель. В этом сезоне «Ислыч» умеет удивлять своих болельщиков. Иногда приятно, как в матче с Неманом, а иногда не очень, как в поединке с Бате. Но в любом случае фанаты поддерживают команду. И на стадионе «Динамо» «Сектор Волков» давал о себе знать. А вообще откуда вы приехали? Вы в Минск? Да, в Минске. Но болеете за «Ислыч»? Да. А почему не «Динамо»? Не знаю, «Динамо»? Зачем «Динамо» нам, если есть «Ислыч»? То есть «Динамо» вам не нравится? Мы «Динамо» болеем на хоккее только. А тут на футболе мы только за «Ислыч» болеем. Наш дядь в команде. Он сегодня капитан. Ковель. О, и вы пришли посмотреть на него? Конечно, мы все время. Куда он, туда и мы. И каждый матч посещаете? Ну, почти. Если только где-то очень далеко. Или погода очень плохая. А вообще мы посещаем. Команда хорошая, но нестабильная. В чем проблемы, на ваш взгляд? Ну, очень много новых парней, которые еще у них нет такого опыта для футбольного. Да, я считаю. Капитан команды какие-то секреты рассказывал? Что не так в коллективе происходит? Нет, я секреты. Если бы даже знала, я бы не сказала. Я всегда зову свою семью. Мне всегда приятно их видеть на трибунах. Играю для них, считается. Я рад, что они приходят, смотрят на меня. Это моя самая главная поддержка. После игры с «Неманом» потеряли Родионова. Там на сколько? Я не знаю. Чуть ли не на полгода. Синько у нас выпал с Батея. У нас веретило по карточкам. Но мы такая команда, что ощутимо. Мы каждую потерю для нас очень ощутимы. Здесь три игрока. Первое. Второе, что нам не пришлось что-то там менять в плане расстановки футболистов на футбольном поле. Потому что, как показала сегодняшняя игра, для нас это большой стресс. Опять же, ошибок-то больших не было. Но мы мало думали о том, как выиграть. А много думали о том, как не проиграть. А так, я еще раз говорю, далеко не доедешь. Поэтому нестабильность, она на протяжении всего нашего сезона. И ребятам говорю, многие ребята, кто в этом году играет, они в том году не играли. Те, кто пришли, они не играли вообще. Поэтому в том году получилось так, скажем, с наскока, да. А в этом году обычная история, нестабильность свойственна нам. Ну, какая задача сейчас может стоять? Сейчас надо выиграть следующую игру. Там еще останутся игры, надо их выигрывать. Там посмотрим, что будет. Проверка Минского «Динамо» завершилась победой со счетом 2-0. Впереди новая увлекательная история. Мы готовы. Положительный фон после сегодняшней победы. Поэтому первый матч Еврокубковый. Готовимся серьезнейшим образом. Настраиваемся. Поэтому будем выходить и отдавать все силы для достижения успеха. Так, на скидке вспомнил, мне кажется, может, единственная, может, одна из немногочисленных игрестов сезона, где можно поздравить соперника с абсолютно заслуженной победой над нами. С хорошим настроением едем на Еврокубки. Поэтому только положительные эмоции. Возвращаемся в нашу студию. Ну и прежде чем непосредственно о матче «Динамо Ислыч» поговорить, давайте одну тему затронем, которая сейчас так зашумела прямо перед нашим эфиром фактически. Да и здесь в этом сюжете подтверждение такое косвенное было. Я говорю о кейсе Павла Ситько и Вадима Скрипченко. Человек, о котором мы говорили, как об одном из лидеров Минского «Динамо». Человек, от игры которого зависел результат Минского «Динамо». Ну, по крайней мере, на стартом отрезке чемпионата. Получается, сейчас не едет с «Динамо» играть в Лиге конференций. Не востребован в последних турах. Насколько это потери, Сергей Иванович? Если помните в начале сезона, там у Ситько хорошая статистика была. У него даже сейчас 4 плюс 5, если не ошибаюсь. Он решал. Давайте вспомним, он и в Еврокубках не играл в последних матчах практически. Ну, там-то у него повреждения было. Не было никаких повреждений. Ну, как не было? Он уезжал отсюда, уже с повреждений не играл в первых матчах. Почему его не было в стартовом составе? Ни с повреждением это было связано. Он уезжал отсюда тоже. Он же уезжал отсюда с повреждений. Все об этом знали. Сложно сказать. «Динамо» без него справляется. То есть сейчас «Динамо» научилась играть без Павла Ситько? То есть вначале… Мне кажется, она умела играть без Павла. Я не знаю, что там произошло. Ну, как-то это не было заметно, честно говоря, в первые туры. Человек в начале зарабатывал очки, как бы нескому «Динамо». Но он не был определяющим футболистом в последних матчах. В матчах, в общем-то, успешных. По большому счету, для «Динамо». Еврокубки покажут. Давай скажем, последний матч. Вообще-то у «Динамо», наверное, вот если там сборную составлять в месяц, там только, наверное, Лопоухов постоянно играл и Рая. Остальные все в ротации так вот. Поэтому там никого не было, постоянного места. Это специально было сделано. И Скрипченко говорил об этом, чтобы все получали практику, и никто там не нагрузился. Я не знаю, это ситуация обсуждать можно сколько хочешь, но вот ты не был там, ни следа свечку не держал, что произошло. Да, это понятно. Мы не знаем, что произошло. Понятно, никому вгораживать не будем. Но помните, в начале сезона, когда там вопрос стоял о том, что может смениться главный тренер у «Динамо» Минского? Вы вспомните, кто, по сути, тащил это «Минское» и «Динамо»? И кого мы признавали здесь, в студии, одним из игроков месяца по нашей версии? У Ситько, по-моему, старт сезона пропустил. Хорошо, пускай это будет не первый, второй, пускай это будет третий, четвертый, пятый. Паша забивал ключевые голы. Брест, Убродно в Кубке, но, правда, помнишь, чем в ответ на игре закончилась для «Динамо». Поэтому это потеря, ну, конечно, потеря. Глубины будет, возможно, не хватать. Но, опять же, если я из-за того, какие результаты были в последних матчах, какой был состав, думаю, должны справляться и без полу. Ну и глубина. В отношении нынешнего «Динамо» ты знаешь относительную историю. У них такой сейчас блестящий состав, что, я думаю, что у Вадима Микторовича есть такая возможность. Микторович, но Павел Ситько ведь тоже. А, во-первых, точно нет. Даже этого не настоящего состава. Ну, вроде да. Но это еще неофициальная информация. Вот мне интересен вопрос, что будет, когда поедут в Польшу. Там и так проблема у некоторых игроков с тем, чтобы туда въехать. А тут еще есть и Ситько отсеять. Может, Польшу. Сразу минус три игрока? Да, до Польши еще. До Польши еще далеко. Ну и проблема... Мякиш тоже прогоняли из торпеды. Вернулся. Ты про Польшу начал разговаривать. Ты где-то там почитал просто? У нас же неофициальная информация, что Польша. В смысле? Ну мы... Ой, да. Ну что-то там пишем. Саша, наши спортсменов не пустили на третьи европейские игры. С чего вдруг будет двух россиян? Нет, во-первых, я знаю насчет Польши. Там еще это все на уровне слухов. Вадим Викторович, например, мне в беседе опровергал. Понятно, что это еще не подтверждено. А от кого вы ждете подтверждения? От польского управления президента, да? Юрий очень серьезно переживает за Минскую Динаму. Мне кажется, не стоит. Ну, конечно, я своих переживаю. Решить свои вопросы, мне кажется, и не просто так. Там все происходит. Мне кажется, что тренер ответственный за результат, он будет решать эту проблему. Я с Лизгеном соглашусь, что последние результаты Минского Динамо, мне кажется, подтверждают. Вадим Скрипченко после матча с Ислычу сказал, что во втором тайме был тот футбол, который мы хотим видеть. И это такой импульс, который команда получает перед Лигой конференции. Это он положительный. Согласитесь с таким мнением главного тренера? Ну, если Динамо вот так, как с позиции силы, здорово, на самом деле здорово отыграла второй тайм против Ислыча. Если так сыграет с Харцем в ближайшие встречи, мне кажется, что все должно быть хорошо. В первом тайме там, да, что-то получалось у Ислыча. А во втором не потому, что Ислыч не могла, то есть не хотела, а потому что не могла, Динамо не позволила. Но Динамо вообще во втором тайме просто огонь. Ну, вот правда, я смотрел и наслаждался. Это не то Динамо, которое было на старте сезона. Вспомни, сколько раз мы обращали на это внимание. Вначале вроде бы играет команда, а потом на какие-то отрезки просто выпадает из игры. Даже сам Скрипченко говорил об этом, что появляются отрезки, когда команда останавливается. И очень сложно понять, что делать в этой ситуации. Пытаюсь докричаться, но не могу. Сейчас совершенно другая история. Сейчас Динамо играет и старается играть до конца. Это круто. С матча с Ислыч имеете в виду? Просто я вот обратил внимание... Не с матча с Ислычу. Просто Федя конкретно про игру с Ислычу вспомнил. Потому что в контексте... Да, и я обратил именно в контексте ближайшего матча с Харцем, что именно второй тайм у команды получился лучше. При том, что график сейчас очень серьезный у Динамо. Скрипченко просто похвалил, сказал чуть ли лучше матч в сезоне. Но тут, мне кажется, вопрос по второму тайму, что все-таки Ислыч модель поменял от обороны. Четыре защитника. Понятно, для Ислыча сложно было. Родионов травмировал. Там, да, ситуация веретилась. Никакого не было. Но Динамо в перерыве, наверное, приспособлась. Подсказал что-то. И вот второй тайм, пожалуйста. Атьюр Викторович, у нас тут вот этот фланг, он должен отвоевывать себе эфирное место. Поэтому вы смелее перебивайте. Так робко ничего не скажете. Не, опять же, то, что мы говорим, если опять же брать Динамо, смотрите, с чем опять же связаны результаты сейчас, да? Идут там, без потока Витебску проиграли. Идет. Я могу еще сказать, в будущем, когда я работал в команде, когда ты играешь, приезжаешь с Еврокубков, да? Поверьте мне, команда сама по себе играет быстрее, да, быстрее в футбол. Потому что, ну, ты играешь в более, как бы, понимаете, как в... В конкурентной среде. Не в конкурентной среде. В более семью. Ты получается быстрее все делаешь. То есть, да, на Европе все быстрее происходит. То есть, быстрее передвижение. И когда приезжаешь в чемпионат Беларуси, это не секрет. То есть, они на этом фоне тоже чувствуют, что у них есть задел. В том плане, что они там прошли, да? Даже некоторые моменты, что в конце там проиграли. Но и за счет плюс еще то, что идет ротация. У них хватает игроков сейчас на данный момент. Они, как бы, это вытягивают. Не чужой клуб для вас. Нравится футбол, который Динамо сейчас демонстрирует? На этом отрезке сезона. Я понимаю, что вы сейчас тренер Минска, но как болельщик обладатель. Если, опять же, по результату нравится, да? Почему? Ну, тяжело следить. Я только могу следить, когда мы, например, непосредственно к ним готовились. И то это, то есть, три дня очень мало. Чтобы там смотреть за игрой полностью, да? Ты должен находиться. То есть, смотреть не один матч. То есть, как не один имеется в виду. Все время быть с ним, смотреть. Я тогда по-другому вопрос формулирую. Молодые ребята, многие, которые сейчас в Динамо, они либо начинали при вас, либо под основой где-то были, да? И вы с ними знакомы. Плюс вы в дубле со многими работали. Тоже важный момент. Вам сейчас приятно наблюдать за тем, как они растут и развиваются? В любом случае, то есть... Чувствуете ли вы тоже свой вклад в этих ребят? Не то, что чувствую. Какую частичку. Я с некоторыми, ну, то есть, ребята сами иногда пишут, то есть, поздравляют с какими-то там праздниками. То есть, я там, например, могу с кем-то тоже поздравить их там, то, что они выступили хорошо, кто как сыграли, да? С этими ребятами, то есть, то, что мы общаемся, да? Показывает то, что я все равно наблюдаю за ними. Говорю, подсказываю какие-то моменты, где лучше они могут сыграть, где еще что-то. Конечно, за ними будешь в любом случае наблюдать, потому что какой-то промежуток времени мы с ними вместе работали. То есть, я давал какие-то им... Свой опыт передавал. То есть, в любом случае. Минскому «Динамо» пожелаем удачи в ближайшем матче Лиги конференций. Игра с «Хардсом». И, конечно, мы ждем, что все получится. И пусть у «Динамо» действительно хорошая игра выйдет. Мы же переезжаем на юго-восток страны, в Гомель. Там гостила Брестская «Динамо», «Динамо» другое. И многие считают этот результат неудивительным, не сенсационным. Но Брестская «Динамо» проигрывает Гомель и проигрывает 1-2. А кто, кроме, по-моему, Саши, никто и не считает эту тему? Ну, я бы, наверное, тоже не говорил об этой победе Гомеля, как о сенсации. Но мы же, очевидно, перед этим матчем прекрасно понимали, кто здесь фаворит. У Гомеля не все хорошо в обороне. И так за кулисами мы тоже разговаривали. У Бреста тоже не хорошо. Но Брест хорошо с атакой, Саш. А с Гомеля, у Гомеля все хорошо с атакой? А Фаге приехал, забили два проструктуры. Ну, в общем, я говорю, да, я согласен с тем, что, возможно, это не сенсация. Но давайте так, на бумаге мы все прекрасно знали, что здесь Брест фаворит. И мы это обсуждали в прошлый раз, здесь в студии сидели. А здесь оказывается, что это даже неудивительно. Извините, я не был в студии в прошлый раз. Поэтому я обсуждал с вами. Ну, давайте так, смотрите, гомельчане в матче первого круга с Брестским и Динамо, насколько я помню, да, в ничью? Там матч был хороший от Гомеля, кстати. Да, но там и Брестская и Динамо могло забить мячей пять сильных. В первом тайме здесь. Тут по факту мог счет 3-0 быть, и никто бы не удивился этому. По факту мог, но 1-0 Брест в свои моменты не забил. Я согласен с тем, что первый тайм за Брестом, второй за Гомелем. И такие концовки вообще классно получаются. Причем не полностью даже за Гомелем второй, я бы так сказал. Хотя, наверное, в 65-й минуте они начали душить, да. Ну, причем замены Бразевича, которые были, они все на удержание шли в концовки. Мне интересно, Сергей Иванович, меня не услышат, он же главный такой восхищающийся человек Брестом, насколько я помню. У вас не поменялось сознание ничего после этой игры? Нет, вообще ничего не поменялось. Ну, первый тайм в Гомеле не было. В Гомеле был только Брест. Они ко второму подъехали. Ну, Гомель подъехал ко второму тайму, и то к середине. Ну, прямо уж. И опять же, опять же, здесь, ну, я думаю, Александр Бразевич даже, и он на пресс-конференции сказал, что это мое поражение. Ну, все его замены, ну, мне кажется, это, ну, скажем так, сработали в минус. Ну, а самый эпичный лично для меня момент, это замена Колпачука уже в добавленное время, вот честно скажу, при цифрах на табло 1-1, не, там, Брест не проигрывал, Брест не выигрывал. Это была ничья, и причем Гомель в концовке давил, я не очень понял вот эту замену защитников в добавленное время. И, собственно, еще не войдя в игру, вот этот юноша, который вышел на поле, он просто вот так вот смотрел, как его эфаги оббегает там. Он никак не мог понять, где он находится. В такой игре на 92-й минуте, мне кажется, замены не делал. Ну, насколько я понимаю... Смотрите, есть момент у Брестского динамо последнего, вот с Минском играли, тоже концовка. Концовка у вас была, да? Ну, Бразевич же говорил об этом. Вы еще вытащили концовку. Так вопрос в том, что, салитная команда, ну, 23-й, ну, постоянно проблема в концовке. Да, Бразевич говорил, что при 2-0 просто встаем. А мы... Ну, Асу Викторович, я думаю, несколько иначе на этот матч смотрит, да? Не то, чтобы Брест стал, у Минска тоже были свои планы. К тому, Бразевич, почему у него эта команда встает? Как тебе объяснение по поводу неудачной игры во втором тайме? Он сказал, у нас было много брака в первом тайме, много приходилось выполнять черновой работы, поэтому мы устали. Энергии не хватило. Тоже удивился. Первый тайм был, ну, на мой взгляд, отличный в исполнении Бреста. И сказать, что у нас было много ошибок, ну, может быть, да, какие-то нюансы, ну, вот это, да, тоже удивило. А что касается... Ну, я еще хочу просто завершить свой ответ на вопрос Андрея. Брестская Динамо играла в Гомеле, в гостях в Гомеле, где всем приходится нелегко. На данный момент Брестская Динамо не лидер чемпионата. На классе обыгрывать все команды еще пока не может. Коллектив строится. Но при всем при этом, ну, когда я говорю с восхищением о Брестских Динамо, в первую очередь, это касается домашних матчей. Первый тайм в Гомеле тоже мне понравился. Удобная позиция. Ну, давайте... Я, кстати, только хотел про это сказать. В селе коллектив строится, ну, а у Гомеля не строится коллектив. Нет, да ладно, да ладно. Просто почему гостевой матч, команда строится. Я про Брестский Динамо, Андрей, спросил. Изменились мои предпочтения вот в плане каких-то переживаний. Перевернулось сознание. Нет, сознание не перевернулось. Все то же самое, что и было. Давайте скажем про один момент, потому что на фоне победы Гомеля он замолчает. Очень важно. Удаление у Нафтаны, удаление и нет удаления у Бреста. Вопрос. Я думаю, вернемся сейчас. Давайте вернемся действительно к этому эпизоду. Я думаю, что коллеги нам найдут возможность. Давайте скажем, что Корцова не было. Вот, я к этому как раз и вел. Это что, проблема? То есть у Бреста выпадает кто-то из этой троицы, и пацаны расстраиваются? Проблема, она не решается. Юра, какая проблема? Первый тайм Брест играл. Ты о чем говоришь? Что дальше, если все это в один гол конвертировалось? Корцов сыграл буквально пару туров после своей травмы, после восстановления. И снова вылетел. Ну и до этого у Брестского и Динамо были хорошие матчи. Илья Черняк там моментами его неплохо поднимал и так далее. Давайте вернемся к этому моменту, который обсуждали. Колпачук и Фаге, вот это единоборство. И по итогу это желтая карточка. Ваше мнение? Тут вопрос, наверное, к Артему, потому что тренеры работают в белорусском футболе. Защитнику. Как интерпретировать вот этот момент и в Новополосе? Давайте сразу, да, говорим. Это скорее всего Крефери. Как вам это объясняют? Потому что у Ролоска одно решение, тут другое решение. Они говорят, что не было контроля в мячу. Не было контроля, но опять же, да. Ну, смотрите. Кто первый в мячей здесь оказывается? Тут он не играет мяч, он держит соперника за мяч. Где он держит? Он просто руку завел, стояла. Нет уж майки, опять же. Я могу, вот смотрите, он же майку не держит. Если он не палил, за что карточку вообще дают тогда? Я же говорю, мы можем, фолл был, может быть, опять же, может, потому что трактовка, опять же, у судей, у нас есть, как бы, они, они же отвечают за это, и они, как бы, могут рассказать. Вам понятна, что трактовка, которую вам дают в начале сезона, раскладку какую-то? Раскладку, да, проводятся семинары, но это нюансы, которые есть. Рука справа, рука слева, то есть, когда, там, например, пенальти, там, например, если ты попадаешь, рука в каком-то положении, они же, как бы, видоизменяются. Опять же, когда ты в игре, ну, ты можешь, да, провели какой-то семинар, не фалить, самое главное, как я говорю ребятам, говорю, вы должны понять одно, штрафной… Ну, понятно, но штрафной есть, по крайней мере, есть законы, как было, знаете, у меня еще в дубле, ребята, знаете, написали на стене большой плакат, потому что я, была ситуация, в штрафной делают подкат, и они большими буквами написали, что в штрафной не катится, ну, такое, чтобы у них было, это у них висело прямо в комнате, что в штрафной не катится. Ну, я говорю такие моменты, что, понятно, что, да, может быть, подкату подкат, подкату рознь, когда надо, когда не надо, но смысл в том, что есть правило, то есть, есть судейский комитет, который определяет, был пенальти, не был пенальти, опять же, это минут, ну, очень быстрое принятие решений, да. Вот сюда бы ВАР, да, наверное. ВАР? Не факт. Ну, ВАР, нет, почему? Нет, ВАР, когда был, посмотрел бы здесь сразу судья, точно бы уже… Ну, да, ВАР бы могут быть, ну, смотря какие ВАРы, знаете, как в Казахстане есть ВАР, или там в другой какой-то показывали, ну, я так говорю. Ну, общашний Кубок Казахстана финал, да, когда ВАР сработал? Ну, да, но с другой стороны, да, мы смотрели Кубок Казахстана, все равно, в любом случае, там, за майку-то придерживал, майка на цену есть. Да, формально, да? Да, опять же, да, я думаю, что поэтому судья посмотрел, наверное, скорее всего, увидел, что было придерживание майки, бы он поэтому и с ВАРа, наверное, назначил. Ну, да, опять же, ВАР, как мы говорим, с одной стороны, какие-то моменты решает, да, с другой стороны, опять же, задержка игры, там, иногда в полу борьбы, то есть, опять же, там же тоже люди сидят в наваре, могут ошибиться, что же иногда. В телевизионных пенальти мы тоже насмотрелись уйму, да, на самых разных соревнованиях. У нас всегда, понимаете, всегда будет дискуссия, то есть, нужно, не нужно, то есть, ВАР, там, ошибки человеческие, то есть, один трактует так, судья, да, что-то забыл, то есть, это человеческий фактор. Давайте послушаем, о чем говорил Андрей Горовцов после этого матча, ну, а затем продолжим наше обсуждение. Очень сложно, но, опять же, повторюсь, как и в прошлой игре, но у этой команды есть характер, и, опять же, это все не оправдание, это команда строится, и очень хочется эту команду сохранить. Я вспоминал по ходу эфира матч первого круга, первый тайм неудачный, хороший второй, почему вновь две разные 45-минутки? Ну, может быть, мы немного не, опять, не попали с расстановкой в первом тайме, еще не получался у нас прессинг. Лагибрес достаточно здорово, во второй зоне мяч контролировал, и нам тяжело было. Опять, во втором тайме перестроились, уже стало получше в этом плане, и пошли моменты вследствие этого. Ну, плюс, ну, смотрите, это они выиграли. Алексей Антелевский не так часто появляется на поле с первых минут, но сегодня какой-то у него особенный был заряд на матч. Ну, очень рад за Лешу, на самом деле, он очень переживает за свои голы, он очень хотел забить. Он здорово работает на тренировках, и сегодня воздалось. Мы снова в нашей студии, давайте в Гродно отправимся, еще один матч, который весьма интересный был по вывозке в этом туре. Неман против мозорской Славии, Славии, которая с 3 августа не может победить. И в Мозоре побед уже заждались болельщики наверняка. Неплохое качество игры в последних турах против Немана, который потерял очки Славии играет. И давайте этот матч обсуждать, что мы здесь увидели. Ген, давай, наверное, начнем с тобой это обсуждение. Хороший футбол, на самом деле, со стороны обеих команд, и мы с тобой отмечали во время эфира, что Славия как бы не тушуется. Но я буду настаивать, мне кажется, при всем уважении к ребятам, не хочу никого убедить, не хватает качества. Просто не хватает Славии качества. Потому что даже сам Иван Сергеевич после матча говорил, что... Не исполнили. Ну, мы подходим там, да, вроде как есть предпосылки, но не хватает в конце. Нет Савицкого. Причем откатываемся... При всем гении Ивана Сергеевича, его талантах тренерских, мы в этом ему не отказываем. Это как бы не шутка, правда. Но все-таки личности должны бороться за медали. Откатываемся к Арсеналу, откатываемся к Слуцку, и плюс-минус ту же историю наблюдаем, да? В принципе, контроль у Славии, однако забитый мячей. А моменты создают Неман, и Неман забивает и забирает три очка. Потому что там есть и Савицкий, там есть и другие опытные ребята, мастеровитые. Чего не хватает явно Славии. То есть проблема в игроках, не в тренере? Ну, понимаешь, проблема в том, что тренер слишком человек, очевидно, амбициозный. И, в принципе, я думаю, он человек и тренер готовы к борьбе за высокие места. Но тот подбор футболистов, которым он обладает, он не позволяет ему бороться за первую тройку. Ну, так, наверное, каждый тренер. А мы на Бионичка реагируем всегда как на красную тряпку, да? И тем более Славия так бодро всегда начинает. Там шесть матчей, там, или пять, и все победные, да, первое место, а потом всегда происходит одно и то же. Не, ну, Диан, все равно ты так и сказал. Это, знаешь, можно, я думаю, каждый тренер амбициозен в высшей лиге. И каждый может сказать, что с таким-то подбором футболистов я справлюсь. Смотри, я не претендую на какое-то суперавторитетное мнение, но то, что вижу я, Славя играет в футбол. Она играет. Это заслуга Бионичка. Конечно. А чья же? Не до реализации, не заслуга футболистов. Ну, не хватает мастерства, понимаешь? Не, ну, какой-то рисунок, в любом случае, составляет футболисты. Славя в этом матче играла не хуже, но, опять же, да? Не, ну, хорошо, ну, смотри, мы 3 августа последняя победа состоялась, а домашняя так и бог есть когда-то. В апреле. Это тоже показатель. 28 апреля, тоже показатель. Да, это вообще, конечно, прошлой жизни. Ну, значит, не только, наверное, дело в том, что он гений, а они там... Гений ты придрался, конечно, к слову. Не, ну, ты сказал, ты очень высокий слава, на самом деле. Сергей Иванович не зря отреагировал на твои слова, как будто там... Хорошо, Бионичек плохой тренер, у него плохие футболисты. Славя, поэтому... Вот это и вырежут. Славя, поэтому внизу так пойдет, так нормально. Ну, а контексте не пойдет за голову. Дайте вам Бионичка послушаем. Он после этого матча дал свой комментарий и хотелось бы, конечно, его слова так же услышать. Гродно забила, мы не забили. Это единственное объяснение? Ну, да, да, я думаю, да. А в целом игру как опишите для своей команды? Для своей команды я уже сказал пару слов. А если вы спрашиваете про то и хотите, чтобы я сказал свои мнения относительно этого матча, то я думаю, вы так и хотели уточнить, правильно? Именно. Да. То скажу, что очень хороший матч, на мой взгляд, интересный матч был. И с одной стороны, с другой стороны. Одни предлагали атаку, мы предлагали организацию обороны, плюс контратаки. Ну, и также действовали хорошо в позиционной атаке. Но где-то не хватало холоднокровия и не хватало... ...те моменты, переходные фазы, которые мы хотели. Ну, было визуальное впечатление, что вы мяч контролировали, особенно в первом тайме. Но почему не удавалось все-таки это конвертировать в достаточное количество опасных моментов? Исполнить. Я думаю, что исполнить и довести. Потому что было много хороших эпизодов, когда надо было играть и проникающие передачи. А с другой стороны, просто дифференцировать усилия и понимать те эпизоды, когда надо было играть остро, когда надо было играть, может быть, промежуточные и дальше создавать момент набеганий. Ну, не могу не спросить про обратную замену. Джозеф, наверное, на поле минут 10 провел общей сложности. Да, да. Вы правы. Действительно, наверное, минут 10 провел. Мне сложно сказать, потому что по статистике я не видел. Но я предполагаю, что именно так. Я не знаю, насколько вы обращаете на это внимание, футболисты, но Неман для вас соперник как будто бы неудобный. Вот в целом вы каким-то образом на это обращали внимание команда или нет? Нет, нисколько. Почему? Потому что Неман – это хорошая мастеровитая команда, опытная команда. И, ну, сегодня они, скажем так, находятся на том уровне, на котором, скажем, нам пока тяжело находиться. Ну, и это вот простой банальный ответ. Ну, вот действительно, в рамках этого матча очень сложно не согласиться с Иваном Биончиком. Это и вживую, когда мы матч смотрели, бросалось в глаза, что действительно уровень исполнительского мастерства отдельных футболистов Немана, но он просто-напросто выше. И, в принципе, он в итоге исход этого матча предопределил, да, в отдельных каких-то микромоментах, эпизодах. Мы обязательно сейчас поговорим о чемпионских амбициях Немана. Но еще один момент, может быть, на который не все обратили внимание, хотя по ощущениям многие, Егор Зубович уходит на замену, проявляет эмоцию и ногой бьет в рекламный щит. Пробивает этот щит, ну и оказывается, что это щит, который свидетельствует о историко-культурном наследии, о памяти, да, исторической и так далее. Это щит, который посвящен 80-летию Великой Победы, да, которая в ближайшем году нас всех ждет. И сразу же некоторые, я так скажу, некоторые наши коллеги поспешили Егора Зубовича едва ли здесь не в чем-то крамольном уличить, обвинить, но это смех, если честно. Да, я честно говоря, Егор, по-моему, последний человек вообще в плане его отношения к делу, интеллигентности и так далее, о котором можно в этом контексте рассуждать. Если у коллег, там, этот момент, потому что он в трансляции был и, понятное дело, что, там, впоследствии разошелся по интернету, если посмотреть на реакцию Егора, он понятия не имел. Вот в этот момент ты просто абстрагируешься от всего, что происходит, ты просто вот что-то делаешь и вот с эмоцией, как ты ищешь выход этим эмоциям. То есть Егор абстрагировался. Ну кто-нибудь реально верит, что Егор уходит на замену, расстроен тем, что он только что не забил, 5 минут, и читает баннер, который там лечит. Какой там был щит? Федор, ты для нас впервые на это обратил внимание, никто не думал даже, в чем-то уличить Егора Зубовича. Я видел у него в одной соцсети извинения и, как бы... Ну, если ты читаешь, ну, а ты читаешь соцсети, ты видел, что там ласкинули. Но я поясню, у некоторых коллег в авторских каналах, в общем-то, тоже были вопросы, вопросы к Егору, вот так и сказать. Короче, если вкратце... Мне вопрос к этим коллегам, Федор. Абсолютно согласен. Это, наверное, самое главное, вопрос к этим коллегам, у которых был вопрос с Зубовичем. Они за Егора Зубовича решили, почему он пробил ногу в щит. В общем, Егор, ребят, хватит так, закрывая тему. Егор извинился, Егор еще раз попросил в нашей программе, если эта тема поднимется, а она поднялась, попросить прощения, сказать, что это действительно получилось случайно. Поэтому, вот, пользуясь случаем, я передаю слова Егора. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают и, вот, по крайней мере, все в студии. Я там не сомневался. Все в студии, да. На этот момент. И еще можно только. Нет, просто Артем пытался вклиниться в наш разговор и вот, ну, все перебивают подряд. Федора не перебить просто. Да, тяжело. Принцип какой, честно вам скажу, я даже не знаю, что написано на щитах иногда. Вот я играю, я думаю, что футболисты то же самое. Если по ним, может быть, ну, ты никогда не будешь читать. Тебе не интересно это. Я думаю, что, скорее всего, это было просто, опять же, эмоции, которые у Егора присутствовали. Мне кажется, у вас были бы вопросы, как бы, главный, на футболисты, если бы он не в футбол играл, а читал надписи на щитах, да, в этот момент. Хорошо просто, что это был не лет-экран. Естественно, добавлю, это все-таки ваш, там, наверное, все-таки 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фальшеских захватчиков. У него 80 лет победы. Вопрос о том, что я тоже не до конца читал, что написано на бане. Ладно. Слушайте, еще матчи остались. Давайте мы все-таки Игоря Николаевича Ковалевича послушаем, который также после этого матча был ярк. Для обеих команд была интересная игра, хорошее движение было. Ну, организованная у Бионичка команда всегда, поэтому тяжело было вскрыть оборону. Ну, рады, что мы создали достаточное количество моментов. По сути, не позволили возле своих ворот что-то создать. Ну, я думаю, что закономерно победили, хотя, конечно, надо было и вторую забивать, не доводить до концовки. Ну, победа из победы после, скажем так, неудачного матча в Новополоцке. Игра не получилась. И даже при такой, при не очень хорошей игре моменты, это 4-5 мы имели, не лизовали. Поэтому важна была победа. Замена в перерыве. Если можно, про нее несколько слов. Ну, не скажу, что Мозырь нас переиграл в центре поля, но нам справа не хватало креативности. И, в принципе, и Олег, и он хорошо работает в центре поля, освобождает бровку Карповича. Поэтому мы... Васильев-то хорошо играл, к нему вообще никаких претензий нет. Но нам надо было высыливать атаку, в принципе, поэтому были такие перестановки. Леонард Гвет на скамейке. Он не готов еще на 100%? Нет, конечно. Он готов на то время, которое ему отведено, на 30 минут. Может, в следующей игре будет на тайм готов. Возвращаемся в нашу студию. Еще несколько матчей было сыграно. Давайте о тех матчах, о которых не говорили. Ну, так, буквально одной строкой, очень коротко. О Нафтане, в принципе, мы поговорили. И, пожалуй, подробнее об этой команде, о ее перспективах. Будем говорить уже не по итогам матча против Торпеды Беласа, а против матча с прямым конкурентом. Через неделю с Днепром игра. И вот это будет действительно серьезная битва. Битва очень интересная. Две другие игры. Слуцк против Держинского арсенала. Два красивых гола и все по содержанию. Ну, сказали же одной строкой. Цепенков забил снова. Лучший игрок Августа, напомнилось. Слуцк, на мой взгляд, играл лучше. Вот был неудачный матч против Славия. Если мы вынесем за скобки некоторые моменты Мельникова. А вот здесь, по-моему, Слуцк прям первым номером играл. Ну, не то, что ярко выражено, но... А можно я тоже мостик заброшу? Сергей Иванович с этого начинал. Ну, вот, пожалуйста. Цепенков Мелковский, да? Два гола. Молодые, талантливые парни забивают. Красавцы. Будем дальше следить за этими командами. Ну, и очень интересно, сколько серия Слуцка продержится. И Сморгонь против Витебска. Также затрагивали в этот матч. Притем в плане очень уверенной победы Витебска. Сморгонь, проблема, видно, что, да, по результату. Витебск, ну, я же сказал вначале, что нравится, что команда не просела по смене тенера. Тем более, такая смена довольно необычная, да, была. И вот победа. Когда еще вопросов нет. Да, на Динамо победа. Сейчас победа на Сморгоне, причем уверенно. Поэтому, ну, Витебск в борьбе за четверку. Ну, Витебск, аккуратно, это пример вот этой системности, которой не хватает твоему родному Днепру. Тут, видишь, смена рокировки тренера, мы знаем, что, опять же, директор клуба, он все-таки это хозяйство футбольно держит уверенно. И состав в том числе через него весь согласовывается. Это не просто тренерская команда, не исключительно тренерская команда. Причем, заметим, что не было Темирова, играл Марк Краснов, да, то есть, вот в прошлый матч вышел другой Краснов, то есть, ну, Исинский не боится менять игроков. Согласны ли вы с мнением Игоря Слесурчука, я здесь вот чуть-чуть перефразирую, что, в общем-то, от романтики пора отказываться от этого веселья, которое было, и пора заниматься реалиями жизни, борьбой за выживание. Нет, кажется, пару туров и могут на месте Нафтана быть, наверное. Сейчас у Сморгони равенство очков с Минском. Два балла, которые уступает Нафтан. И, опять же, Днепр, случай победы Нафтана... Сергей Иванович, видишь, как вздыхает? Он не хочет, чтобы отказывались от романтики. Могут вылиться просто. Ведь в каждом из этих матчей, которые Сморгони проиграли, они играли неплохо, да, и моменты были, и создавали, но вот той самой системности пока не хватает. Они играли, очки же не дают. А Игорю Слесурчуку очки нужны. И Сморгони тоже. Ну, были свои моменты в матче против Фитебска, небезнадежно играла Сморгони. Но результат-то 3-0. Мне кажется, у Сморгони, как и у Шахтера, был вот этот всплеск в определенной степени в какой-то момент. Ну, а потом? Сейчас будет еще интересный момент. Возвращение Терентья Луцевича. О, кстати, восьмого тренера. Ему, кстати, желаем удачи. Пускай у него все получится после возвращения в команду. Ну, и давайте послушаем Алену Куракину и мнение болельщиков, которое она для нас собрала. Шахтер, наконец, в плюсе. Увы, первых три очка, которые были почти что реальностью. На последних секундах встречи с Батте оказались кратный трём. Ничья получилась, насколько обидная, настолько под занавес. И неожиданная. Здесь Каралхану Амертаеву. Казахский форвард, как говорится, в ресурсе. Спасибо за старание. Где не срабатывало умение, там работала самоотдача. Амертаев реально джокер. Ничья достойна победы. Очень жаль. Все решили секунды. Не дотерпели. А так достойная игра. Молодцы. Повозили Батте еще и на их поле. С учетом перенесенного матча, Минская Динамо на неделе дважды, к тому же с одинаково симпатичным счетом 2-0, напоминала о своих амбициях. С такими темпами возглавить гонку лишь вопрос разницы встреч, ну и, пожалуй, сил. Не забрала бы их Еврокубковая осень. Там команде Вадима Скрипченко пожелаем большой удачи. Динамики хороши, с победой подойдут к хардцу. Стабильность – признак мастерства. Четыре домашки, 2-0. Да, в туре у Немана победа, греет и лидерство в гонке с пометкой все еще. Но на душе у болельщиков недочет по очкам в матче с Нафтаном при 80 минутах в большинстве. Ауч. Разочарование и при том полное. Тут бы вообще медаль взять. Второй круг никакой. Голы даются трудно и очки теряем. Там, где должны брать их. Буду краток. Результат закономерен. О золотых медалях можно даже не задумываться. Без Алакулова атака, увы, мертва. Заслуженная победа Гродно. Чуть острее в завершении выглядели. И по совокупности на три очка наиграли. Хоть и не так просто они им дались. Новополочане вообще кого только на этот раз не расстроили. Не досчитался баллов и еще один участник медальной разборки – торпеда. Такая себе необязательная ничья. Воу-воу! Че началось-то? Новополос. Криушенко шаманит. Нафтан красава. Ни в чем не уступили сопернику. Ничья тоже результат. Спасла автозаводцев разве что неудача ближайшего преследователя Брестского «Динамо». Так не кстати у подопечных Александра Бразевича в обидчиках Гомель. А ведь впереди напряженный календарь. До развязки предстоит увидеться с каждым из сегодняшнего топ-3. С такой игрой у нас шансы только взять очки со Слуцком, Днепром и, может быть, с Боте. Первый тайм – просто переехали Гомель. И так отыграть во втором – результат неудивительный. И не то, чтобы сильно прям Гомель прибавил. Сами бросили играть. Все в порядке. Просто спад. Бывает. Чуть расстроилась у Минска. Хотя после той неожиданной серии, что выдала команда Артема Челеденского, болельщики обиды не таят. В свою очередь, Днепр воодушевлен львам будто бы нужнее. За второй тайм зачет. Вот следующая домашняя игра в воскресенье с Новополоском все и расставит. Если выиграем, то хоть с интригой можно будет смотреть оставшиеся матчи. Интересно было и будет. Верхушки чуть горячее. Продолжение ждем. Мы снова в студии. Месяц завершается, начинается новый. Но и по традиции вместе с нашим партнером, бухмекерской компанией БТР, мы подводим итоги этого месяца, составляя сборную прошедшего месяца. Собственно говоря. Сергей Иванович, с вас начинаем. Ну, сейчас покажут мою сборную. С Лупоуховым, я думаю, вопросов нет. Защитники два из Минского Динамо, потому что это плюс-минус те, кто стабильно играет. Все остальное ротация, как говорит Саш. Поэтому здесь сложно выбрать именно в плане игры в течение месяца. Плюс два человека из Гомеля, Фаге, здесь вопросов нет. Ну, в Гомеле, атака и Фаге, атака Гомеле, это Фаге, плюс помогает ему сейчас Фавас Абдуллахи. Варданяна нельзя было не взять. Герман, тем более. Герман Барковский. Ну, на мой взгляд, прямо сейчас это лучшие центральные нападающие, может быть, лучшие нападающие в нашей стране. Ну, вот прямо сейчас. Поэтому вот у меня такое решение. Ну, и плюс ко всему, Гродненский Неман на первом месте. Как так обойтись без единого игрока Гродненского Немана нельзя было. Поэтому взял лидера Павла Савицкого. Человека, который делает разницу в отдельных матчах. Ну, вот как бы выбор такой. Саша. Ну, лопуху, понятно, у каждого будет, наверное. Наума, Витебск, Михнюк. Слузк пропускал ноль, да, вот до матча с арсеналом. Поэтому один из центральных Михнюк, самый стабильный, да. Лопес на фланге, Ючиц отмечу, который здорово заистович играл. В Апо в центре, ну, понятно, Минск возьму за Белину. Потому что отдавал-раздавал в этом месте. Сверепа, который начал забивать за обрезкой Динамо. Плюс Ануфриев, который мне нравился в БТ. Ну, и тройка нападающих Савицкий, который участвует в Голар. Барковский, естественно, ну и Варданян тоже самое. Ну, Саша, молодец. Так у тебя какого-то центрполя легковесный получается. Ну, я не про Кирилла Забелина в центре, да? Атакующий, Федор, атакующий. Ну, прям все в атаку, все в атаку. Сергей Иванович, точно понравилась бы такая команда, я думаю. У нас с ним на 80% команда сошлась. Гена. Но мы не подсматривали. Твоя команда прошедшего месяца. Трим-тим, моя. Давайте. Федор Лопаухов в воротах. Какие еще варианты? В обороне Рай Лопес, Никита Былинкин. Хочется Жевнирова отметить, потому что добавил основательности Минску. И Сергей Карпович. Правда, флангами их поменять немножко надо, но ничего страшного. Александра Серепа, по-моему, прогресс у него очень хороший. Футболист действительно и забивает в последних матчах. Ну, и такую важную роль играет в команде. Михаил Козлов, Руслан Милковский. Я просто, чтобы помочь тренеру молодежной сборной, решил молодых ребят взять. Павел Савицкий, его вклад в игру нельзя не отметить. Его очки, Герман Барковский. Ну, тут вариантов других нет. Я тоже хотел сначала Карена Варданяна, но тоже Минск нельзя не отметить в целом сентябре. И поэтому Евгений Малашевич у меня еще в атаке. Также вполне бодрый состав. Андрей? Моя бы команда обыграла команду Александра Чечковского. У тебя центр поля очень основательный, я бы сказал. Особенно с Жевнером, который с торпедой сейчас сделал. Ну, ошибки бывают у всех. Так, у меня в оборотах Федор Лопауха, что логично. Мне кажется, вообще просто фантастические игру сейчас показывают в Ротарии, к сожалению. Да, так, что у нас тут? Фаге, Савицкий, Барковский. Я думаю, тут у всех такая история была. Тут вопросов не вызывает. Варданян тоже у меня, как у многих. Я думаю, что многих... Все они нападающие. Ничего себе, это замены, Александр, вы не понимаете. Так, Малашевич тоже, я думаю, абсолютно здесь заслужен. Да, тоже в центре. По поводу Скитова, я думаю, будут возникнуть вопросы. У меня, например, к Наумову могут возникнуть вопросы. Я все равно считаю, это как бы такая общая, не знаю, защитная история. Тут нельзя делить одного и другого. Но я догадывался, что Наумову несет. Я Скитова внес, потому что он тоже такой железобетонный игрок, который в центре делает погоду. Рай тоже из Динамо. Я думаю, здесь у многих был. Тут вопросов нет. Цыпенков продолжает и после звания лучшего игрока Августа показывает. И в сентябре хорошую игру. Есть вопросы по-своему? Есть вопросы. У меня, конечно, точно. Моя фематорная, точно вы твою фемьерную? Я наборником стою в схеме. Федя, по бани у тебя мнение поменялось или нет? Вот после двух голов в последний матч по бани у тебя мнение поменялось? Потому что мы помним, что он так предвзято. Если в Днепре на старте сезона была история ноу-мани, ноу-плей или ноу-плей, ноу-мани, здесь можно рассматривать с разной стороны, со стороны легионера. Я думаю, что в Минском Динамо все нормально. И с мани, и с плей, и бани, в общем-то, похож на того бани, который приехал в Днепр на предсезонку. Но, опять же, честно, помогает Минскому Динамо, создавая глубину. MVP этого месяца. Давайте определим лучшего игрока, на ваш взгляд, который сверкал ярче остальных. Федор назовут. Тут без вопросов человек так играет. Как там? Кто там сказал? Новый Яшин? Кто там? Ты сказал? Да, да, это вот. Не будем спрашивать. Я думаю, ярлыки раздавать. Тогда не спрашивай у Андрея, он уже ответил. Андрей. У него Витебский будет. Нет, Лопоухов это вообще сто процентов. Федор Лопоухов. Я же говорил единогласно, чувствую. Да, 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 Лопоухов, конечно. Федя. Юр. Лопоухов. Артем Викторович, у вас есть альтернативное мнение? Или вы тоже, Федя, поддержите в этом плане? Ну, тут сразу, что мы берем? Игры чемпионата, это понятно, да. Но мы берем, опять же, мы берем игры со сборной. Вы не забывайте эти моменты. То есть, да, и этот же месяц, да, этот месяц начинался в сентябре, то есть, да, мы берем на протяжении какого времени, да. Естественно, Федя сейчас на данный момент, в этом месяце, я считаю, что очень много дал для сборной и очень много дал для клуба. Причем в Еврокопках и в чемпионате. Федя, твой голос уже ничего не решает. Еврокопки были в августе, мы говорим про сентябрь, если брать, ну, если в целом, то да. А вы же поработали, да, с ним, если не ошибаюсь? И как, вы чувствовали уже, что такое будет прям яш? Я вам одно скажу, нет. Тихо, ты, нет, все, на заслуживание спорта. Понимаете, у каждого, у каждого, ну, спортсмена есть свое, там, говорится, как бы свое поведение, роль, да, у Федя, чем очень хороший, он не признает авторитетов, то есть, ну, как бы, да, со стороны. Он целенаправленный парень, который видит какую-то цель и может это добиться. Да, как молодому свойственны какие-то ошибки, даже там в каких-то моментах, имеется в виду, какого-то выбора, там, когда там были вопросы какие-то по подписанию у него, наверное, контрактов, тогда, когда я был, да. Но уже тогда, на данный момент, это было видно, что он вот этим берет к себе, что он целенаправленный, да, даже при том, что были у него моменты, я видел, как он индивидуально там работал, какие-то моменты, даже невзирая на то, что там у него когда-то что-то не получалось. Ну, и он вот приходил в команду, видно, что он хочет играть, и он говорит, у меня авторитетов нету, я буду доказывать, что я лучший. Спасибо большое всем за мнение. Редкая история, когда вот так единогласно мы определяем лучшего игрока прошедшего месяца. Федя, оставайся Федей. Не надо быть Яшиным, еще кем-то. Мы будем болеть за Федора Лопоухова, ну и, конечно же, встретимся через неделю в нашей студии и обсудим дальнейшие дела в белорусском футболе. Всем добра.